12 апреля. Отпусти. Я ласково прозвала своего 17-летнего сына реабилитационным мальчиком. На сегодня он прошел один месяц реабилитации, и ему предстоят еще три. Суд приговорил его к принудительному лечению за преступления, совершенные несовершеннолетним. Ему были инкриминированы мелкие кражи, распространение наркотиков и проституция ради наркотиков. Довольно ужасные вещи. До этого, в течение почти двух лет, я перепробовала все общепринятые меры, чтобы помочь своему ребенку. Но, несмотря на все мои усилия, он был совершенно неуправляемым. Ему абсолютно ничего не мешало употреблять и нести разрушение всюду, где он появлялся. Я, честно, не знала, существует ли какой-либо другой способ помочь сыну, отличнее от того, что я делала. В конце концов, я сказала ему, что не хочу больше видеть его в нашем доме. Это было тяжелое решение для матери – выгнать своего ребенка. Он жил на улице год, бездомный и бесконтрольный, под воздействием наркотиков. В течение всего этого времени я находила силы, поддержку и веру, которые мне были нужны в семейных группах Нарануна. Я сейчас думаю, что если бы я не сделала того, что сделала, мой сын бы умер. Я благодарна, что он не умер за тот год на улице. Я также благодарна, что он не причинил вред еще кому-то. Я чувствую, что он, может быть, не получил бы той помощи, которую получает сейчас, если бы у меня не достало мужества уйти с его дороги, позволив ему достигнуть своего дна. Размышления на сегодня. У наркомана есть высшая сила, и я узнала, что это не я. Как бы ни было мне больно, я должна уйти с дороги и позволить наркоману пережить последствия его употребления. Цитата. Ничто так не образовывает, как невзгоды. Бенджамин Дизраэль Субтитры создавал DimaTorzok